Наверка уже многие ждут выхода, если будет в городе, пока она не появилась. Думали ли вы развиваться еще в каком-то направлении? Вот, например, шах, ваш головной убор, это ваша фишка. Может быть, была мысль запустить какую-то интересную коллекцию, потому что все-таки... Окей, я тебя услышал. Значит, смотри, я жестко против этого. Потому что, опять же, это делают все. Открывают магазинчики, значит, магические. Ну, не буду. Такие хорошие магазины открываются, правда, там все есть. Вот. Я не буду этого делать. То есть я не хочу быть как все. И не буду как все, потому что я не был как все вообще. То есть вообще никогда. И меня от этого, блин, блевать тянет, честно говоря. Вот пришел ко мне мой любимый хороший питерский менеджер. И говорит, Даша, вот давайте познакомлюсь с этим чуваком. Футболочки там, слушай, там эти какие-то. И я говорю, Сережа, ты хочешь умереть прямо сейчас? За песню, что мы предлагаем. Да, ты умрешь, говорю. Вот, чтобы ко мне с такими предложениями не подходили. Потому что, ну, все-таки, Христос, когда пришел в храм, помнишь? Что, забыл? Нет, не помню. Кого он изгнал из храма? Продавцов. Продавцов. А, да. Продавцов. Это все барыжничество. Да, это все барыжничество на святого. То есть святое – это антача Бога. Как бы вы не трогайте руками то, что делают многие. Для меня это настолько свято, и это настолько неприкосновенно, что я даже близко не хочу, чтобы кто-то однажды про меня мог что-то сказать. Для меня это важно. У меня есть своя, я назову АЖП, активная жизненная позиция. И мне очень близок дзен, да, и в Японии есть очень классная фраза, которая мне нравится. Не потерять лицо – очень просто. Нужно вовремя умереть. И я умру, но я не потеряю лицо. И для меня вот эта вся фишечка, да, хотя… Она может принести реальных денег с мира по нитке, и это можно очень прилично обогатиться. Но это не те деньги, опять же. И деньги – это вообще ни о чем просто. Это пространство должно тебе давать в качестве твоей свободы. И не больше сразу. А как это определяет уровень этой свободы? Да. Абсолютно. А возможно уровень этой свободы увеличивать с перехода на следующий какой-то этап на развитие? Конечно. Но опять же, пространство решит, что тебе дать. Чтобы у тебя дом сгорел, и ты пошел в лес жить. Или к тебе олигарх пришел и сказал, слушай, давай тебе шрамы открою. Ну хотя это тоже очень бред сивый ко мне. Ко мне очень много приходит сейчас народа, потому что вот, давай я открою на дуне, ребят. Вы на мне деньги зарабатывать не будете. Потому что аж рамы внутри. Вот там оно все. И оно бесконечно огромное. Бесконечно. Получается такое некое противоречие, что став героем для многих, вы бежите от этой популярности. А я к ней потому что не стремился. И если ты помнишь, я был единственным, кто не давал пресс-релизов, кто не ходил на новогодний Камеди Клаб, кто победил, взял руку, хлопнул дверью и вышел. И все. А не предстоитованы потом? Контактами? Ну да. У нас какие-то условия жили? Да, много чего было. Что я разговаривал с другими? Да, но у меня где сел, по-моему, знаешь, я взрослый дядечка и я прожил жизнь. То есть без юристов как-то сами разговаривались? Я умею вообще разбираться с другими, по-нормальному, очень. Честно. И когда мои глаза становятся белыми, лучше их не видеть вообще. То есть это вот вы прибегали к магии. Все. Я такого не оставил. Ладно, пускай это остается. Да. Так, сколько частей планируется, есть ли опять же мысли, то есть если продолжение имеет место быть, насколько вас хватит, как вы думаете? Меня хватит, меня вообще хватит. Мне есть что сказать. Но мне нужно, чтобы это было услышано. Чтобы вот не как там преснопамятный Лазарев, да, который там, ну, диагностику кармы там издал. Или Монтек Ча, ну, даосские практики, то есть Ча, да, он вынес на потребу абсолютно сакральное, вообще тайное знание. Его прокляли все китайцы, я в этом уверен. И это стало некой какой-то даосские практики, это, ну, это очень серьезно. Но там опять же есть слово секс. Вот сейчас уже почему-то надо глянуть. И все это превращается в какую-то рано или поздно банную, блядь, комасуку, понимаешь? А не микрокосмическую орбиту, которую можно замкнуть между полюсами, мужчиной и женщиной. При определенных, как бы, позах, точках соприкосновения энергии именно. А не что-то еще. И мне есть что сказать. И то, что я хочу сказать, оно очень просто. Вообще никаких настроек нету. Нету ничего. Ты или медитируешь, или ты думаешь, что ты медитируешь. Но никто, сука, не хочет работать. Вот мне парень прислал видео из Казани, ну, очень классное. Он это назвал, от английского слова job, работал, он назвал это вжобывать. Он говорит, никто не вжобывает. Потому что реально никто не вжобывает. Все хотят или с вами Дашей, или Иисуса Христа, или еще и еще кого-то. Все кого-то там хотят. Мы продолжим беседу пока здесь. Я не могу остановиться. Я не могу что-нибудь воспринимать. Сейчас у нас просто дебилет. Нет, вы продолжайте. Вот поэтому огромное количество людей вот сейчас. Вот у меня сейчас реально стадионы. Тысячи людей. Ты видел это видео, где я на вертолете прилетел? Вау, рок-звезда, еб ты, Макарёк. Так люди приходят на рок-звезду. На чувака из телека они приходят. Можно сфоткаться? Я говорю, а зачем? Ну как же вот. Собрать комиссии. Да, это просто лайки собрать. Им не нужен я, вот с вами, Даша. Им нужен чувак из телека, которого сейчас все знают. И меня от этого меня начинает это напрягать. А если рядом тут еще, кажется, они тоже забудут про вас, как будто к другому тоже сфоткаться. Ну и так далее. Но около меня вообще никого не оказывается никогда. Потому что, ну честно говоря, таких персонажей к масс-медиа еще не видела. И вряд ли увидят без тебя, как я говорю, спокойно абсолютно. Потому что я такой, как я и есть. Да, я не играю ни на что. Ну вот чувствуется, что у вас действительно есть чему учиться и что вам лично рассказать, поделиться. А если... Да, ну вот ты меня перебил. То есть тебе нужно просто... Нет, я всегда издалека захожу просто. Зайду-ка я издалека. Вот. И поэтому вот ко мне приезжает йога, допустим, в Индии. И я говорю, окей, значит, вы прилетели, значит, завтра сутки вы отмокаете в этом океане и так дальше. А сколько подъем? Я говорю, я говорю, где-то в 4 утра. Такие, бля... Я говорю, слушайте, если вы в 4 и не встаете, и в 6 вы не какаете, мне со мной вообще говорить не о чем. И на своих семинарах, где я себе говорю, ребята, вместо вас я этого не сделаю. Я много чего с собой сделал, от чего люди или умирают, или сходят с ума. Ну вот так вот, реально вот так вот. Потому что у меня тормозов нет. И вот у меня нет этого стопа для Лайна, у меня нет, потому что вообще нет. Я вместо вас этого не сделаю. И поэтому смысл, если об этом, да, как бы, ну, сам, ну, говорить, писать, тем более, ла-ла-ла, что-то там такое, стать именно с еще одним вот этим писуном, мне это неинтересно. Отдать людям то, что, ну, они хотят, но не готовы, это будет очередной, как бы, ну, раздрай у них. У них человек и так в раздрай. У человека это, ну, это очень тяжелый случай вселенной. Это, то есть, срединный мир, как бы между божественным, то, что наверху, и животным, то, что внизу. Но все хотят божественного. Только. И никто не хочет соприкоснуться со своим животным, то, о чем мы говорили. И человек и так в дуальности находится, постоянно. Он разделен. Я этого хочу, но я это сделаю, если я за тебя выйду замуж, если ты ночью не будешь храпеть. Вот и вся любовь, блин, понимаете? И ты или любишь, или он храпит у тебя. Ты его и храпящего, и пукающего, и там любого будешь его любить. Но я выйду замуж, если вот так. И поэтому, вопросы есть, конечно. Мне есть, что сказать. Реально мне есть, что сказать. Я хочу, чтобы люди были счастливыми. Вот по вопросу о том, что вам есть, что сказать. А если вам предложат, например, читать лекции в университетах? Потому что вы говорите, что вам много молодежи вращается. Я читаю лекции. И у меня есть формат лекций. Где я, опять же, рассказываю элементарные вещи. Вот вся проблема здесь, вообще, присутствующих, то, что вы поздно ложитесь спать. И поздно встаете. И этим вы рушите свою жизнь. Вы рушите свое счастье, потому что гормон мелотонил, который вырабатывается в полной темноте, он вырабатывается с 9 до 11 часов вечера. Без него нету сиротониля. Это не я придумал. Вселенная так. Химия крови у нас такая. И вы рушите свой сиротонин, загоняя себя в депрессуху, чтобы потом жрать какие-нибудь там антидепрессанты или еще что-то. Вместо того, чтобы нормально сместить свои ритмы в правильное русло. Я говорю, никто не хочет. Все хотят, блин, таблетку. Таблетка счастлива. Я говорю, в джобовую будет вам счастье. Я готов читать лекции. Я готов проводить динамическую медитацию в тюрьме, потому что это опыт, что заключенные после 21 дня динамической гости медитации стали в разы спокойнее, потому что у них разряжается гнев. А гнев, он переполнен на нашей планете. Потому что энергия вверху, в башке сидит. Это все вот это огромные головы. И это все головы гнева. Потому что кто-то, сука, живет лучше всегда. Спасибо большое вам за помощь.